Дорогие мои друзья, всем большой привет! Вы на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. Я сегодня включила свою камеру для того, чтобы поделиться с вами своими мыслями о будущих проектах, которые я собираюсь начать в июне месяце. Начну ли все или что-то изменится, покажет время. Но на самом деле включить камеру нужно было вчера ночью, честное слово. Расскажу небольшую предысторию. Я приехала с отпуска, там мне приснился сон, что я вяжу определенный проект. Проект был связан из твида и он мне до такой степени в голову засел, я проснулась со счетом, то есть я считаю подъем петель по планке. Я приехала с отпуска и схватила эту пряжу. И причем там то, что мне приснилось, наверное в жизни невозможно воплотить, потому что я это попробовала. Я два дня усиленно с утра до ночи вязала и пока я не вывязала всю кокетку, там вязание сверху, совмещение поперечной круглой кокетки и реглана. У меня не срослось то, что я планировала. Я полностью распустила, пока я не вывязала все, что я должна была вывязать, то есть полностью кокетку, пока я не примерила, пока я не посмотрела, что нет. Это ненормально, так быть не должно, это некрасиво. Если еще кто-то до меня этого не связал, наверное не надо пытать судьбу. А может быть и надо, но просто нужно подумать побольше. Вполне возможно, что когда-нибудь все-таки я это воплощу. И уже будучи, наверное, часов в 7 вечера, когда я думаю, сейчас я уже пойду постираю кокетку, но для начала я примерю, я примерила на себя. Но еще были, конечно, сомнения в процессе работы, потому что я сомневалась, мне не нравилось, мне не нравилось, как ложится регланная линия. Ну, знаете, был такой экспериментальный проект, и я все это снимала на камеру, конечно же, полтора часа было отснято. Вот, в итоге, когда я поняла, что нет, этому проекту не быть, в 7 часов вечера я вчера все распустила в ноль. Чтобы не быть голословной, вот они мои итоги. Здесь три матка Твида. Пусть полежит, значит не его время. Но я тогда решила изменить модель, потому что здесь, вот здесь должен был быть упор не столько на фасон, сколько на его отделку. И тогда я подумала, что нет, я абсолютно точно буду вязать изделие с такой отделкой, я сейчас расскажу вам все. Но в других цветах, из другой пряжи и совершенно другого фасона. Почему? Потому что в реглане, вот почему мне не понравилось, мне не понравилось, потому что узоры, которые должны располагаться по плечам, фактически ушли, их не видно. То есть регланная линия, она сбивает вот эти вот узоры, и в итоге, короче говоря, я сказала, нет, здесь однозначно должно быть изделие со спущенным плечом. Но, раз я на эту пряжу обиделась пока, пряжа ни в чем не виновата на самом деле. Но, знаете, как мысли приходят постепенно. Я поднялась в свою мастерскую. А, я села перематывать пряжу, я с Аленой Абель, мы вчера дружно беседовали по скайпу, я мотала пряжу, Алена вязала, чтобы не скучно было. И уже в 11 часов вечера я поднялась в мастерскую и давала искать пряжу замену, из которой я смогу связать. Почему я решила еще замену, да, устроить? Потому что я не уверена, что мне хватит пряжи именно вот этой вот на тот проект, который я задумала. Вот, и это надо было снимать на камеру. Это действительно надо было, вот понимаете, такие муки творчества необходимо было снимать на камеру. Меня тут и в пот прошибало вчера, и чесалось, сидело. Потому что я беру эту пряжу, я понимаю, что мне ее не хватит. Беру другую, мне опять ее не хватит. Беру третью, потом я начинаю. Подожди, а с чем я это буду соединять? Короче, друзья, давайте я вас сейчас приведу на стул. Вы посмотрите на масштабы того, что я подготовила себе на июнь месяц, на начало проектов. Хочу начать четыре проекта вязать. И почему я решила начать сразу все, да, и буду двигать их постепенно, объясню. Потому что я себя уже поймала на том, что приходит идея. Я ей, пока я себя торможу, я не начинаю проект, довязываю другие проекты, а потом я перегораю этой идеей. Либо я перегораю, либо я забываю, причем я себе конспектирую. А потом пишу, там, идея такая-то, да. А потом я не могу вспомнить, в чем заключалась фишка этой идеи. Понимаете, в чем дело? И сейчас, в данный момент, у меня горит четыре идеи. Я буду начинать все. Вот начала, чуть-чуть отвязала, отложила. Начала, чуть-чуть отвязала, отложила. Буду делать именно так. Иначе, я правда не знаю, честное слово. У нас стоит такая жара, у нас 32 градуса. И когда я два дня вязала твидом, это было что-то с чем-то. Это было просто что-то с чем-то. Руки у меня не потеют никогда. Но даже у меня руки вспотели. Поэтому, друзья, я сейчас вас перевожу на стол и все подробненько рассказываю. Как вам, друзья, масштабы? Впечатляет? И прошу заметить, из этой кучки у меня только один проект будет не шерстяным. Все остальное у меня будет шерстяное лето. Ну, давайте по порядку. Раз уж я заикнулась насчет того проекта, который у меня будет акцент на отделке, акцент на узорах, акцент не на модели, да, а именно на сочетании узоров и сочетании отделки. И какую же пряжу в итоге я выбрала для этого проекта? Еще ни один образец не отвязан. Естественно, потому что это было, вышло с мастерской вчера пол первого ночи. Я остановилась вот на этом артикуле. Никогда не работала этой пряжи. Это пряжа Филатура Дикросса, итальянская Инкову, Альпака Бэби. Я эту пряжу покупала давным-давно в магазине Ярн 21, еще при первом, самом первом своем знакомстве с этим магазином. Но, почему я до сих пор ею не работала? Друзья, цвет голубой. У меня, я поймала сегодня себя на мысли, что у меня единственное голубое изделие, это то, которое было надето на мне, топ-птица дивная. И я его ношу крайне редко именно из-за цвета, представляете? То есть розовый и голубой, вот как-то скептически я отношусь к этим цветам. Но голубых оттенков на самом деле в пряже у меня море. Поэтому я решила, надо бы связать себе в голубых оттенках что-то. Значит, давайте посмотрим. В 50 граммах 200 метров нить очень тоненькая. Хотя, производитель здесь рекомендует спицы от 2,5 до 3,5, но я не представляю, как можно вязать нить вот такой толщины на спицах 3,5. Это очень тонкая ниточка. У меня ее, сколько мотков? Если в метры перевести, 1800 метров. А если вязать в две нити, то 900. 900 это мало на изделие, тем более на то, которое я задумала. В общем, смотрите, значит, здесь состав обалденный. 40% альпака, 35% шерсть и 25% акрил. Она такая мягкая. Здесь, посмотрите, никакой ворсы альпаки здесь нет. Она не пушистая, как таковая. Она такая мягкая, друзья. Вот просто не передать. Волшебная пряжа. Цвет, кому интересен, вот цвет номер 8. Ее действительно можно и детям использовать в изделиях, и мужчинам. Мужчины у нас вредные, вы знаете, им все чешется, все колется. Вот эта пряжа бесподобная. У меня есть махер. Махер я получала в подарок. Махер экофил. Подарок мне присылала Олечка Эппингер. Тысяча метров на 100 грамм. У меня был розовый и у меня голубой. С розового я уже вязала. Я его добавляла в пальто пудра. Бесподобный махер. Просто бесподобный махер. Он тоже мигусенький. Я так понимаю, что он на основе полиамида идет. Но он обалденный. Он просто обалденный. У него нет огромной ворсы. Прямо огромной. Но он пушит изделие очень классно. Придает ему такое благородство. И он абсолютно мягкий. И он не лезет в процессе работы. И посмотрите, они по цвету просто идеально друг другу подходят. Просто идеально. И вот я что думаю. Но не хватит мне на изделие. 900 метров, если вязать в две нити, это, конечно же, очень мало. Но у меня же будет отделка. Значит, здесь будут узоры, араны, всевозможные шишечки там и т.д. И т.п. В две нити будет хорошо. Получается 200 метров в 100 граммах. И одна ниточка махера. Просто то, что доктор прописал. Будет очень красиво. И я подумала, что же делать. И когда-то, давным-давно я делала вот такой микс. Здесь тоже этот же махер. И 5 сложений 100% шерсти. Если мне не изменяет память, то это... Или 4 сложения, я чуть не поняла. 1, 2, 3, 4 сложения. 1, 2, 3, 4 сложения. Это нить, по-моему, лидия 100%. Если я не ошибаюсь, и одна ниточка махера. Так, если 4 сложения, 1600, мы делим на 4. Получается 400 грамм. 400 метров на 100 грамм. У меня 250 грамм этой пряжи. Соответственно, что мы получаем? Соответственно, мы получаем 800-900 метров. В наличии. Прекрасно. Да, оттенки будут отличаться. То есть, вот этот более светлый. А этот более потемней. Но не критично. Совершенно не критично. Потому что у меня обыгрываться это будет все. Я думаю, что я могу, допустим, резинки, рукава пустить вот эту пряжу. Основное тело я могу пустить вот этот микс в 2 сложения. И еще вариант. Перед, спинку я свяжу в 2 сложения с добавочкой махера. А рукава, например, я могу вязать 1 нить и 1 махера. Тоже вариант. То есть, есть поле для разбега. Но все-таки я склоняюсь к тому, чтобы добавить еще вот эту пряжу. И пустить на рукава, на отделку, там, горловина, манжеты, резинка. Будет низ изделия. Будет очень даже неплохо смотреться. И на отделку дополнительную я хочу пустить вот такую пряжу. Эту тоже пряжу я получала в подарок от Татьяны буквально недавно. Это стопроцентный меринос. У меня их тут 2 моточка вот таких. Ниточка в моточке тоненькая. Она сложена в 2 сложения, ниточка. Ну, прям тонюсенькая-притонюсенькая. У меня 2 мотка таких. И я могу, в принципе, и в 4, и в 6 сложений пустить на отделку. Это будет то, что необходимо. Также и рукава я могу, допустим, если в 6 сложений, я могу сочетать вот с этой пряжей. Да? Да. Поэтому я сегодня хочу отвязать образец. Будут ли у меня вот эта пряжа, будет ли она держать ораны. Потому что пряжа, состав-то хороший, но пряжа очень-очень мягкая. Мне очень сильно повезет, если она будет все-таки держать у меня ораны. Хочется мне вот ее прямо в работу взять. Это будет проект номер 1. Достаточно сложный. По конструкции он будет легкий, но узоры различные, там отделка. В общем, вот так. Следующий проект, друзья. Так, буду отодвигать стороночку. Следующий проект, который будет, давайте летний возьмем. А то мне аж как-то это не по себе. Да, лето на улице, жара. Так, следующий проект. Я вам говорила, что я хочу сочетать вот эту пряжу. Значит, что это? Это бобинная стопроцентная конопля. Послушайте. Слышите? Она как солома. Я ее тоже получала в подарок от Олечки Эппингероля. Любит так вот, знаете, меня из зоны комфорта выводить. Я вязала эту пряжу в подмоте с вискозой. Футболка кайфовая. Вот у меня остаток. Остаток достаточно большой. И я докупала, недавно показывала вам. Это пайетки от Кутнор. 98% хлопок и 2% пайетки. То есть состав натуральный. Хочу объединить вот эти две. Это будет спицевая часть. И, друзья, у меня в остатках, я вам говорила, что я хочу тунику или рубашку в индийском стиле. Вот вы знаете, может быть даже и хорошо, что я сразу не начала так довязать, потому что я подумала о том, что туника у меня будет крайне редко носиться. А вот если я свяжу рубашку в индийском стиле, то у меня будет носиться все отлично. И я вот это в подарок получала от Леночки Орлова. Я вязала свой топ Крэйзи. И у меня большой остаток. И докупала я к ней на подмод пряжу, пихорку, как она называется, цветное кружево. Да, пихорка цветного кружева. Очень красивый цвет, цвет мокко такой, обалденный. Он так и называется мокко. Это стопроцентный хлопок. Здесь огромный метраж 475 метров на 50 грамм. И здесь метраж 450 метров на 50 грамм. Объединив две ниточки, я хочу связать крючковую часть. Значит, смотрите, я попробовала связать образец спицевой частью. И если вы, ну я сама слышала, думаю, что и вы слышали от других девчонок, блогеров, которые вот такие пайетки используют. И многие говорят, что когда вяжешь лицевую гладью, основная часть пайеток оказывается на изнаночной стороне. И девчата вытягивают эти пайетки крючком на лицевую сторону. Меня это не порадовало, что они так говорят. И я решила обмануть судьбу. Друзья, пайетки бесподобные. Они совершенно не колючие. Они мягкие. Ну, в общем, пайетки реально понравились мне. И вот сочетание вот этих вот двух пряж обалденное. И вот знаете, дорого-богато. Вы меня представляете? Саша говорит, а что это будет такое цыганское? Я говорю, Саша, ну сейчас так модно. Я сама критически к этому отношусь. Но не мешай моему творческому порыву. Да, пожалуйста, пожалуйста. Короче, друзья, отделка низа изделия, манжетов и ворота будет спицевая. Именно вот такая. Полоса будет немножечко поуже. Но смотрите, я связала образец узором рис. Смена петли с изнаночной на лицевую в каждом ряду. И обратите внимание, у меня пайеток одинаковое количество. Как по переду, так и по спинке. И они действительно, я могу их к шее приложить, да. Они действительно не царапаются, не колятся. Очень-очень мне это нравится. И самое классное, что здесь пайетки все, они не одного размера. А вот смотрите, вот они маленькие пайетки, а вот они большие пайетки. А вот так бывает сразу вместе. Видите, одна маленькая, одна большая. А бывает вяжешь только маленькая, а потом раз одна большая. Ну, в общем, пайетки бесподобные. Мне они очень понравились. И очень дорого. И очень богато смотрятся. Вот. Значит, а крючковая часть будет мотивами связана. Самыми-самыми простыми квадратными мотивами. Буду вязать безотрывно. И мне кажется, что это будет смотреться очень прикольно. Ну, я не могу подобрать слово стильно к вот такому. Правда, у меня не поворачивается язык. Но то, что это будет ярко, броско и в то же время не нагружено, не нагружено узорами какими-то там типа ананасиков, да. Или что-то еще в этом роде. То есть я не хочу скатерочку. Это абсолютно точно. Или салфеточку на себя надевать. Это 100%. Я хочу минимализм в крючке. И весь будет кайф. Весь акцент именно вот на отделке. Верх изделия тоже у меня будет вязаться именно спицами. Начну вязать снизу. Потом я отвяжу верхнюю часть. А потом я уже буду стыковать. Верх снизу. Короче, вот так. Хорошо объяснила, да. Но по-другому не могу. Проект номер 2. Который я начну вязать буквально сегодня. Пока у меня будет сохнуть образец. Дальше, друзья. Проект номер 3. Это вообще интересная история. Я получала от Анютки в подарок пряжу. Анюта, которой я буквально недавно связала кофточку. Помните? Яблочного цвета. Это пряжа бесподобная. Она мне подарила ее на Новый год. Это, вот видите, да. Селика, или как она называется. 0,7. 550 метров на 100 грамм. Что-то не хочет фокус ловить. 55% шелк, 35 лен и 10 кашемир. Бомба. Согласитесь. Но ниточка. 550 метров в 100 грамм. Тоненькая. Аленка Апель. Буквально следом за Анютой. Прислала мне подарок. И прислала мне лен. 100% лен. Друзья, я решила их объединить. Они реально очень классно друг другу подходят. Начала перематывать этот лен и поняла, что что-то какая-то это. Смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Вот. Видите? Петля даже практически не формируется. Вы видите? То есть она стоячая пряжа. Она практически не обработанная. Видно вам? Не видно? Вот это. Я мотала ее. С нее столько летело мусора. И она очень жесткая. Как проволока. Ну, думаю, ален. Я же знаю его. Он грубый в работе. Но после сказки. После каждой стирки он лучше. Ну, посмотрите. Видите? И вот такая вот. Плюс с деревянными включениями льняными. Буквально. Вот знаете? Ее отбелили, но ее не обрабатывали. Вот посмотрите, что делается. Видите? Вот. Видите? И, соответственно, нить, она кажется на первый взгляд ровная. А по факту вот такие вот участки случаются. И сейчас я вам покажу, что у меня произошло при объединении этих двух пряж. Значит, образец номер один. Вот он. Это же он. Это он. Смотрите. Он абсолютно не тянется в длину. Видите? В ширину немножечко. Абсолютно незначительно. Вязала здесь, значит, 2-2 нити льна и 1 вот эта. Лицевая гладь оставляет желать лучшего. За счет чего? За счет того, что вот эти, есть огромные такие вот петли, огромные. Это нерядность, друзья. Это лен, который не формирует петлю. В общем, связав образец этот, и еще один сейчас покажу, я пришла к выводу, что вот этот лен, он не предназначен для плечевых изделий. Он жесткий. Прямо то, что это лен, это 100%. Вы посмотрите, насколько мнется, да? Натуральное полотно мнется всегда. Я этого не боюсь. Совершенно. Но для платья мне это не подойдет. Мне... А, да, я же буду вязать платье. Я вам не сказала. Ну, сейчас. Сейчас все расскажу. И вот, знаете, вот эти вот дела, они в процессе, вот эти вот, они в процессе закошлатятся. Прямо абсолютно точно могу сказать. Я тогда взяла и поменяла состав. Я взяла одну нить, вот эту. Одну нить льна и одну нить лидии стопроцентной шерсти. И связала еще один образец. Здесь были спицы 3,5. Здесь спицы 3, да, 3,25. Да, да, да. Смотрите, образец более пластичный, в ширину вообще классный по сравнению вот с этим. Но та же вот ерунда вот с такими вот включениями, вот, видите. И она, с ней ничего не сделаешь. Она, понимаете, она деревянная, эта петля. Мне она вообще не нравится. Все криво, все... Хотя я к рядности, вы знаете, я отношусь неплохо. Но здесь не рядность, здесь именно самобытность. И то платье, которое я собираюсь вязать, вот, это все испортит. Здесь такой неопрятный вид. Возможно, для какого-то другого изделия. Возможно, да. Но абсолютно не для платья. И тогда я связала еще один образец. Видите, да, разница на лицо. Давайте вот так вот сейчас отодвинуем, чтобы вы могли сравнить. Раз, два и три. Вот. Смотрите. Чувствуется разница, да? Чувствуется. Вот этот образец. Посмотрите, какой он пластичный, какой он классный. И так, и так. И он весь мягенький, такой он струящийся. Вот этот тоже более-менее. А вот этот вообще стоячий. Видите? Значит, здесь у меня одна нить вот эта и одна нить вот эта. В идеале было бы добавить две нити лидии стопроцентной шерсти. Но у меня не хватит тогда на изделие. У меня есть еще один моток. Но у меня точно абсолютно не хватит на изделие. Потому что платье я планирую вязать лицевой гладью. Где-то линия середины икры, длина, да, длина миди. Оно будет свободное. Акцент на модели. Все будет связано лицевой гладью. Конечно, конструкция изделия будет содержать в себе все необходимые элементы. Все необходимые вытачки. Ну и V-образный вырез будет. Спущенное плечо будет. Друзья, начну я его вязать долго. Это спицы номер 3,25. Но это именно та фактура, которая мне нужна. И вот она немножечко, видите, на просвет она немножечко просвечивается. Меня это не смущает. Потому что все свои платья я ношу обязательно с нижним чехлом. И сюда, вот я в нижнюю часть своего изделия, я буду добавлять тоненькую нить эластана. Кто не видел, покажу еще раз. Вот она, тоненькая, тонюсенькая паутинка. Ее не будет видно, когда я выведу ее из работы. То есть смены цвета не будет. Но она совсем тонюсенькая. Также на бобине она и продается. Стоит она копейки. Найти не проблема. И она мне стабилизирует в случае, если будет вытяжение. Потому что здесь все-таки в составе 55% шелк и 35% лен. Это опасно. Да, и одна тоненькая ниточка шерсти, все равно опасно, что будет вытяжение полотно. Прямо, знаете, такое мягкое, податливое. Вытяжение на пятой точке будет и в шаговой зоне. И для этого я добавлю нить эластана. И вот это изделие я начну вязать буквально вот-вот-вот-вот. Если не сегодня, то завтра. Потому что вязать я его буду долго. Снизу буду вязать. И, знаете, мне нужен проект, который я могу взять с собой. Потому что сейчас мы медленно будем переезжать, скорее всего, жить на природу. Потому что такая жара и невозможно находиться без водоема. Вот. И чтобы можно было вязать без камеры. Вот так. А основные ключевые элементы я, конечно, буду уже дома провязывать на камеру. Это проект номер три, друзья. И проект номер четыре, который не дает мне покоя очень долгое время. Именно с того момента, когда я получила в подарок от Татьяны вот такую пряжу. Это, друзья, стопроцентный меринос. Меринос шесть тысяч. Что такое шесть тысяч, друзья, я не знаю. Я не знаю, какой здесь получается метраж. Но вот Татьяна вязала здесь, получается, в два сложения ниточку брала. Тоже сказала, я не помню, каким номером спиц вязала. Но вязала вот такое вот дело. Меринос классный. Он достаточно обалденно держит жгуты, как вы видите. Да, отлично. Просто шикарно держит. Просто шикарно держит резинку. Обратите внимание. И это очень здорово. Но у меня ее совсем немножко. На изделия мне не хватит. Причем мне не хватит, даже если я буду частично использовать эту пряжу в изделии. Поэтому я думаю, пока я думаю. Если бы знать метраж, я не знаю метраж. Если вы знаете, подскажите, пожалуйста, что значит меринос шесть тысяч. А, шесть тысяч. Сколько здесь сложений? Если мы посчитаем. Где тут ниточка-то? Где тут ниточка? Ой, тут что-то столько много нитей. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте вместе. Ой, тут вообще их до одной страсти. Раз. Раз. Два. Три. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь сложений. Если мы разделим. Шесть тысяч. На восемь. Семьсот пятьдесят метров получается на сто грамм. Друзья, если я ошиблась, вы мне, пожалуйста, в комментариях напишите. Ну да, примерно так и есть. Семьсот пятьдесят. Если вязать в две нити, получается триста семьдесят пять. Вот здесь получается триста семьдесят пять. Но он раскрывается, как мы видим. Да, прямо отлично держит. В общем, я тогда посчитаю. Взвешу бобинку и посчитаю, что я имею в наличии. Если мне хватит, я, значит, буду вот эту нить соединять вот с этой нитью. Это нить Газал Супер Кид Мохер. В двадцати пяти граммах двести тридцать семь метров. Мохер бесподобный. Я им уже работала. Я вам все уши прожужжала. И сама заказала себе еще дополнительные оттенки. Нить классная, бесподобная. Они по цвету очень подходят друг другу. Небольшое отличие есть. Здесь лимон, здесь больше липа. Или даже больше салат. Листья салата. Вот такой вот цвет. И если соединить, допустим, то будет очень здоровски смотреться. Очень здоровски. Но, если я посчитаю, и мне не хватит, у меня есть вариант выхода из этой ситуации. Я хочу попробовать добавить, смотрите, вот эта нить. Эта нить пихорка элитная, стопроцентная шерсть. Тоже очень мягкая пряжа. Но ее, конечно, не сравнить, например, вот с этой пряжей. Если я говорю, вот это очень мягкая, как котенок. То вот это, конечно, наша российская. Она мягкая. Она неплохая пряжа. Но она все-таки имеет жестковатость такую. Не сказала бы я, что прямо она супер мягкая, как котенок. И она по цвету, конечно, видите, отличается. Она уходит больше в яблоко. А это лимон. Но, если микс сделать, пусть даже будет небольшой меланж. Это же не страшно совсем. Это даже придаст изюминку некоторую. Вот, смотрите, что получается. Получается очень даже неплохо. Видите? Оно одно другому как бы не противоречит. Но я тоже буду отвязывать образец. Я посмотрю. Если что, я добавляю вот это. И это у меня будет... Сейчас еще покажу еще пряжу, которую я буду использовать в этом проекте. Это тоже я получала от Татьяны в подарок. Цвет хаки. Мой любимый цвет. Здесь, значит, состав. Меринос, ангора, шелк. Хотя она совсем не пушистая. Но понятно, что она в обработке. Но пуха как такового здесь нет. 500 метров на 100 грамм. Здесь 400 грамм. То есть, 2000 метров. Если вязать в два сложения, 1000 метров. В сочетании с другой пряжи мне за глаза хватает. Вот, смотрите. В два сложения прям раз чудесненько. Это у меня будет спинка. Часть переда. И часть рукавов. Рассказала опять. Но у меня есть еще вот такая. Понимаете? Еще есть вот такая. Она немножечко, немножечко отличается по оттенку. Но совершенно не критично. Вы видите это на камере. И у меня, знаете, мне ее надо выработать. Потому что жалко. Здесь тоже состав меринос. С чем-то, не помню. Я вязала рубашку Шервуд этой пряжей. И если подмотать, допустим, вот так. Тоже получается легкий-легкий меланжик. И тоже будет очень классно смотреться. То есть, если я меланж делаю вот по этому оттенку, то я меланж сделаю и по этому оттенку. Значит, что я хочу? Смотрите, вот это будет центральная панель джемпера, которая будет вязаться аранами. Больше аранов в изделии не будет. А вот эта пряжа, я сказала, спинка и часть переда. То есть, по переду будут эти полоски вот эти в сочетании вот с этой. Но центральная панель будет желтая. Здесь акцент именно будет на... Не то, чтобы фактура полотна. Нет, не фактура полотна. А способ вязания полотна. Это не будет вязаться что-то цельновязанное. Я более того скажу, это будет вообще кусочное изделие. Но это будет не пэчворк. Я пока не буду забегать вперед и рисовать, рассказывать вам. Я должна вам буду это показать, потому что это не расскажешь. И я сама для себя должна убедиться, что это воплотимо. В принципе, я думаю, что это воплотимо. Но работа достаточно кропотливая. Кропотливая будет достаточно долгая будет. Главное начать вязать перед. А на основе переда уже свяжется и спинка. Вот, друзья. Рассказала вам, представляете? Вот эти вот. Но сюда, вот сюда, вот сюда. Вот в этот проект. Мне еще нужно подобрать узоры. Узоры, потому что те узоры, которые я вязала два дня в Твиде, я больше их не хочу вязать. Понимаете? Вот сюда. На центральный узор я знаю, какой взять аран. А боковые мне еще нужно будет подобрать. Вот, друзья. Понимаете? Муки творчества меня, конечно, убивают. Как и всех вас. Но это приятные муки творчества. Лето у меня будет шерстяным. Будем работать в свое удовольствие. И все модели, о которых я вам рассказала, они все с некой изюминкой. За исключением платья. Платье там акцент на модели. Но оно не будет каким-то там креативным. А все остальные модели, да. Вот, друзья. На сегодня я с вами попрощаюсь. Спасибо вам за внимание. За то, что вы всегда разделяете со мной мои порывы к творчеству. Ну а сложится или переиграется что-то, я буду держать вас в курсе. Всем пока.